Игрока оборонительного плана. Сейчас белорусы заработали штрафной. Очередная подача. Выбили наш мяч из своей штрафной. Сейчас такое впечатление, что Белькевич больше действует как второй нападающий. Рядом с Кутузовым, Арамащенко сместился окончательно уже на правую бровку. И такая новая пара форвардов образовалась у белорусов. Причем Белькевич может быть чуть глубже играет. Кутузов на самом острее атаки. Белькевич чуть ближе к середине поля. Из глубины действует. Арамащенко практически все время появляется сейчас на правом фланге атаки сборной Белоруссии. Слева Гуренко. Очередной штрафной. Если говорить об универсальных футболистах, то как раз Белькевич этим отличается у белорусов. Он тоже может на разных позициях играть и с успехом. Кстати, именно он сейчас и у мяча пополняет штрафной. Был конфликт некоторое время назад между Малафеевым и парой из киевского «Динамо» Белькевич-Хацкевич. Бесспорно, они лидеры своей команды. Причем уже довольно давно. Но вот какие-то разногласия возникли. Отказались оба выступать за сборную Белоруссии. Но время все лечит. Время все расставляет по своим местам. Конфликт удалось уладить. Стороны нашли компромисс. Больше ни о каких спорах речь не идет. Вернулись и Белькевич, и Хацкевич в команду. И, в общем-то, ни о каких разногласиях больше никто не говорит. И действуют они очень здорово, что и говорить. Ну, не даром в киевском «Динамо» лидеры. «Динамо», которая на днях потеряла, наверное, величайшую фигуру в своих всех времен. Это Валерия Ломоносова, о чем уже все мы говорили. Искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича. 1-1 в нашем матче на гол Белькевича. Наши ответили забитым мячом Соломатина с пенальти. Вот Соломатин с мячом сейчас. Я бы очень хотел бы... Ну что, удастся прорваться. Хотел бы, чтобы наши чуть, может быть, побыстрее заиграли. Да, может быть, и прежде всего не только нападение. Какое-то такое впечатление складывается, что как раз... Вот какой, смотрите, момент. И здорово сейчас пытался переправить мяч Пименов в ворота. В этом эпизоде, может быть, чуточку не повезло. В атаке-то как раз наши хорошо перемещаются и хорошо комбинируют. Вот в обороне и в центре поля как-то игра рассыпается на такие эпизоды. Порой как-то рваный ритм получается. То наши такое впечатление засыпают, то взрываются какими-то быстрыми действиями. Но целостной такой вот быстрой игры всех десяти полевых игроков пока мы не наблюдаем. И, может быть, поэтому возникают определенные проблемы у нас и в обороне, и в центре поля. Итак, минут 12 до окончания первого тайма ничья 1-1 пока. Еще два слова о турнире. Вот мы смотрим повтор одного из эпизодов. Изначально организаторы хотели пригласить три сборные, европейскую, азиатскую, африканскую, чтобы максимально приблизить те условия, в которых наши будут на чемпионате мира на этом турнире. Но...